В этом видео я хочу познакомить вас более подробно с компонентом контактов. Специальный компонент для Joomla, который позволяет настроить более гибко и развернуто, и более красиво отображение контактной информации на вашем сайте. Я уже делал обзор на этот компонент некоторое время назад. Сейчас в правом углу вы можете увидеть выноску, если вы не смотрели это видео. Подробнее в этом видео. Итак, все ссылочки в описании. Ссылка на разработчика данного расширения, если вас это расширение заинтересовало, также будет в описании. Напоминаю, вот данная страница разработчика именно на это расширение контактов. Вы можете сами прочитать, ознакомиться, какие возможности здесь есть. Конечно же, переведено на русский язык. И, естественно, все самое лучшее не бесплатно. Со всеми нюансами можете ознакомиться ниже. А мы с вами приступаем именно к детальному разбору данного компонента, начиная с установки. Итак, я для этого подготовил чистую джумлу. Как обычно, я перехожу расширение в админке своего тестового сайта и нажимаю установить. У меня уже есть про-версия данного компонента, естественно. Я с компьютера архив с компонентом перетаскиваю в эту область для установки. Напоминаю, что этот компонент, он работает непосредственно с родными контактами джумла. То есть, у джумлы в компонентах здесь есть контакты. То есть, вот это оно по умолчанию всегда есть. Но вот эти вот контакты, то есть, здесь можно создать, если вы не знаете, и категории разные. То есть, под разных администраторов, если сайт большой. И несколько разных контактов. Но у джумлы контакты, они выглядят достаточно просто. А вот компонент, который мы с вами установили, он позволяет на базе контактов джумла сделать более красивое отображение контактов. И более развернуто, более гибко. Итак, на этой странице у нас показано, что у нас установилось. У нас это и компонент, и модуль автоматически установился. Если мы сейчас с вами посмотрим в модули. Так как чистая джумла, естественно, модулей здесь немного. И мы сразу видим наверху вот данный модуль, который установился вместе с компонентом. Естественно, он сейчас выключен. Мы его будем, возможно, рассматривать позже. Начнем сразу с компонента. То есть, соответственно, компонент, он может вывести ссылку в любое место в меню на вашем сайте. Что нужно сделать первое? Конечно, нужно заполнить контакты. Вот как раз-таки контакты именно в классическом варианте, именно стандартные в джумле. То есть, мы с вами сначала переходим вот сюда к контакты. То есть, вот эти вот контакты, то, что сейчас видите, да, это родной компонент джумла. То есть, он изначально был при установке джумла. Заходим сюда. Первое, наперво, что мы делаем, мы заходим к категории. То есть, все как обычно. Либо создаете категорию дополнительную для вашего контакта или контактов. Или же можно, ну, я воспользуюсь вот этой вот дефолтной категорией, которая по умолчанию всегда в джумле создается автоматически. Захожу в контакты, нажимаю создать. И здесь необходимо заполнить те поля, которые вам необходимы. Необходимо отображать в контактах на фронтальной части сайта. Какие-то данные вы сможете дополнить непосредственно в этом компоненте, когда мы будем его разбирать. Но основные данные это email, там адрес, должность, страна, сайт, телефон. Мы прописываем здесь. Итак, я заполнил те данные, которые мне нужны, которые я хочу отображать на сайте. Вы сейчас это видите. Имя в контактах я записал. Василий Фа, то есть это я. И получается отображение, вот видите, под аватаркой, да? Если хотите, вот чтобы это так выглядело. Соответственно, здесь заполняем именно имя. Ну, инициалы. Вот они все данные, которые я заполнил. Тут есть и другие вкладки, но мы пока их рассматривать не будем. На этом уровне я нажимаю сохранить и закрыть. Итак, первый контакт я создал. Контакт готов. Вот после этого действия мы с вами можем переходить к знакомству с компонентом. Вообще, как его вывести на сайт, чтобы он отображался и так далее. Давайте переходим к компоненты. И вот он красуется у меня на самом верху данный компонент. Как я и говорил, вы видите, здесь менюшки высвечиваются уже на русском языке. То есть он русифицирован. Переходим в данный компонент. На этой главной странице нашего компонента справа информация о версии расширения. И лицензионное соглашение автора и социальные профили. Здесь мы видим у нас вот эти вот кнопки, те, которые мы будем касаться. Вот их всего здесь три. Вот эти нижние кнопки – это поддержка. Соответственно, быстрая помощь – это перебросить нас на сайт разработчика, где показано, что нужно сделать. Также документация по данному компоненту, форм поддержки и поддержка по email. Ниже мы позже коснемся – это плагины. Здесь большая часть отключена. Разберем их позже. Здесь у нас информация дублируется. То есть стили, стили. Что вот эта кнопка, что вот это. Пункт стили. То же самое. Также будем разбирать. Соответственно, вот эти пункты – это показаны пункты, именно относящиеся к контактам самой джумлы. Вы видите, только что созданный контакт, то есть это та же ссылка, что и вот это контакты. То есть на этой странице, по сути, просто общая информация, да, и что мы делаем дальше. Сейчас мы просто посмотрели, как выглядит эта страница. Ну, первое, что хочется сделать, это хотя бы сразу вывести контакт уже сюда. У нас есть тестовый шаблон Protostar, да, по сути, джумловский. Вот меню Home, главное, то есть меню. И прямо сюда в меню можно вывести контакты. Естественно, потом вы сможете сменить шаблон именно для джумла любой, да. Как бы это уже не вопрос. Меню может быть и горизонтально, и вертикально, и так далее. Это уже как бы не относится к теме урока. Итак, смотрите, как обычно, мы переходим меню, My Menu. Здесь мы нажимаем создать. Называем пункт меню, как хотите. Я назову контакты. Здесь мы нажимаем выбрать. Здесь мы видим. То есть вот этот пункт меню, он, естественно, появляется только после установки компонента на джумлу сайт. Кликаем и видим несколько вариантов. Есть, значит, вот тут описание. Видите, в этом представление, отображение, сетка контактов. Конечно, нам в идеале надо смотреть каждый вариант, как он будет смотреться. Но пока я предлагаю посмотреть единый контакт. Вот этот вариант. То есть давайте придерживаться вот этого сайта как демо. Демо примера. То есть по шагам попробуем реализовать именно отображение, как здесь у меня, в две колонки. То есть две вкладки. Здесь сразу форма отправить сообщение, а здесь информация об авторе сайта. Соответственно, здесь я использовал именно вот этот вариант, единый контакт. Вот вы можете видеть из описания, что здесь есть вывод в две колонки. Здесь есть вывод в одну строку аккордеоном. Вот здесь вот это написано. Давайте возьмем вот этот вариант. Как только мы выбираем контакты, здесь сразу добавляются, на самом деле, большое количество настроек. Казалось бы, сначала их достаточно мало, но на самом деле здесь очень много и гибко можно настроить. Вы это видите, смотрите, вкладки макет, большая страница, дальше шаблонизатор, дальше изображение контакта, контактная информация, ну и так далее. Смотрите, в чем разница. То есть вот эти настройки, если мы сейчас будем настраивать, это будет настраиваться именно для вот этого контакта, который сейчас мы создали. Вот для этого пункта меню, для этого контакта, все, что мы здесь вот с вами внесем, это будет работать только на контакт, на один вот этот контакт. Если у вас на сайте будет много контактов, ну хотя бы уже два, то есть два администратора, и вы хотите, чтобы были одинаковые настройки сразу для двух контактов, ну то есть, естественно, у каждого контакта своя фотография, свои контактные данные, но отображение, стили и были одинаковые, то что мы делаем? Здесь мы нажимаем «Сохранить-закрыть», и я поторопился, меня не пускает, вы видели, выскакивает сообщение об ошибке на первой вкладке. Нам при создании такого контакта, нам обязательно нужно выбрать контакт. Видите, подсвечивается красным то, что я пропустил. То есть выбор контакта, здесь нажимаем «Выбрать», и смотрите, здесь будет показываться именно тот контакт, который я создал в контактах самой джумлы, да, то есть родного компонента. Выбираем наш контакт, нажимаем еще раз «Сохранить-закрыть», все, успешно контакт создан, и общие настройки для всех контактов, лучше править их. То есть, смотрите, есть разница, как вот я уже и говорил, то есть переходим в наш компонент, вот здесь вот есть в углу кнопка настроек, абсолютно всех тех же настроек, о которых я только что говорил, вот они все. То есть лучше настроить все здесь для вашего контакта. Если нужно индивидуально настроить отдельный контакт, то вы переходите в меню, в тот контакт, который нужно индивидуально настроить, и, соответственно, его настройки все находятся здесь. То есть они, по сути, дублируются, что здесь, что здесь, в самом компоненте. Продолжение следует...